всем шалом таки форшмак опять покушаюсь на скользкую тему но после шакшуки плова и русских щей я уже готов к критическим комментариям куда он криворукий лезет и откуда ему знать что такое настоящий одесский форшмак который готовила моя бабушка циля и он даже не еврей да возможно так и есть но бабушкина мама бэти готовила и фаршированную рыбу и форшмак жалко только что не сохранилось никаких записи только мамины воспоминания казалось бы простая закуска из селедки но сколько мифов страстей и споров вокруг этого незатейливого блюда и конечно прежде всего это связано с его происхождением на первенство претендует и немцы и шведы и финны и конечно евреи нет сомнений только в этимологии воршмак на древненемецком означает перед вкусом или предвкушение и подается он всегда в начале трапезы и тут самая распространенная ошибка не фаршмак а именно форшмак потому что к фаршу он никакого отношения не имеет считается что фаршмак появился в восточной пруссии где-то в начале восемнадцатого века но с учетом того что голландцы солили селедку еще и в пятнадцатом то наверное значительно раньше и в основу этого фаршмака входило рубленное мясо куда добавляли немного селедки различные другие ингредиенты и все это запекали в печи владимир филимонов своей гастрономической поэме обед 1837 года писал вот устрицы чужих морей фаршмак из килек и сельдей подарок кухне нам немецкой и в этот фаршмак наряду с мясом и селедкой добавляли творог сыр грибы разные овощи капусту картофель брюкву свеклу в общем все что угодно существовал даже фаршмак без селедки например из телячьих мозгов и как вы понимаете это была горячая закуска финны которые тоже претендуют на первенство аргументирует тем что фаршмак был любимым блюдом маршала густава маннергейма но о том что этот рецепт он привез то ли из польши то ли из россии они предпочитают умалчивать и первые упоминания фаршмака в русских кулинарных книгах относится 1816 году а маннергейм привез свой рецепт 1910 так называемый маршальский фаршмак готовили из говядины или баранины пережаривали ее с луком добавляли соленую селедку анчоусы чеснок заливали водой все это тушили и потом запекали в печи и маршал очень любил это блюдо с картофелем в качестве гарнира рецепт этого знаменитого фаршмака я приведу в описании к этому ролику ну и как я уже сказал в россии готовили фаршмак по мотивам немецкого в середине 19 века в русских кулинарных книгах был рецепт именно такого мясного фаршмака знаменитой книги екатерины авдеевой 1842 года ручная книга русской опытной хозяйки есть рецепт селедка с телятиной звучит он так взять оставшуюся телятину отделить от костей две селедки вымоченные положить туда же положить половину против телятины и чайную чашку сухарей мелкотолченых до изрубленную луковицу все вместе перемешать и порубить еще чтобы сделалось тесто потом вылить туда чайную чашку сливок 5 сырых яиц 2 ложки масла плоскую форму или глубокую сковородку вымазать маслом обсыпать сухарями выложить в нее приготовленное тесто поставить в печь это блюдо можно подавать на завтрак или в начале стола как закуску и только в 1901 году появляются рецепты фаршмака без мяса и одним из примеров это знаменитая книга елены молоховец подарок молодым хозяйкам тут представлены несколько рецептов фаршмака при том что в них даже рецепт без мяса все равно запекается то есть это горячая закуска я не буду вам здесь их зачитывать потому что книга елены молоховец это есть в интернете очень удобно сделано можно найти любой рецепт и интересно то что запеченный фаршмак плавно из русской кулинарии перекочевал в советскую если мы возьмем опять же культовую книгу о вкусной здоровой пище у меня первое издание то тут приведен довольно мудреный рецепт горячего фаршмака чтобы ваше время не тратить я вам тоже его зачитывать не буду вот он как выглядит опять же его можно найти в интернете и он действительно очень интересный я его не готовил не пробовал но может быть как-нибудь попробую так как же фаршмак стал нашей любимой холодной закуской на рубеже 19 и 20 веков евреи ашкеназии которые жили на территории в основном восточной европы заимствовали этот рецепт а так как по правилам иудаизма нельзя смешивать рыбу и мясо это считается некошерным то мясо просто убрали из этого рецепта ну еще надо учитывать что мясо конечно дороже чем селедка ну а так как селедка это уже готовы к потреблению продукт то запекать его никакого смысла уже не было вот и получилась холодная закуска паштет из рубленой соленой сельди и из-за своей простоты а базовый рецепт включает себя селедку яйца вареные яблоко хлеб черный хлеб для подачи то блюдо стало очень популярных у бедных евреев которые жили в европе при том что название форшмак укоренилось в украине а польские литовские евреи стали называть эту закуску гехакты херинг то есть рубленая селедка ну и потом это название перекочевала в израиль в современной иерархии еврейской кулинарии форшмак занимает место повседневное и отражение этого отношения к форшмаку мы встречаем в языке например на блатном жаргоне форшмаком называют человека который относится к низшей тюремной иерархии существует даже глагол о форшмаке то есть что-нибудь испортить но как бы то ни было форшмак все-таки одно из культовых еврейских блюд евреи шутят что форшмак защищает их от антисемитизма как чеснок от вампиров потому что форшмак любят все от самого простого с так называемой ржавой селедкой то есть селедкой передержанной в рассоле практически испорченной а рыбий жир принадлежащим хранение он становится желтоватый с картошкой маргарином до рецептов с хорошим сливочным маслом и икрой и давайте для начала попробуем структурировать все составляющие форшмака и прежде всего это конечно селедка хорошая жирная и не очень соленая и ни в коем случае это селедка в пластиковой упаковке кусочками это не селедка а что такое с это фиш на идаше каждый еврей конечно знает ибо как говорит еврейская пословица с худой рыбы не приготовишь жирный пирожок и как я уже говорил селедку традиционно вымачивали особенно конечно ржавую потому что она была очень сильно пересолена и и вымачивают в уксусе в молоке в чай или просто в воде но моя селедка слабо соленая поэтому вымачивать ее я не буду еще из обязательных компонентов любого форшмака это конечно репчатый лук это могут белые как у меня желтый или красный если он очень горький то его просто обдают кипятком и масло это может быть сливочное масло как у меня или же маргарин или растительное масло но это уже в бедном варианте следующую группу компонентов форшмака я бы назвал наполнители то есть то что увеличивает съестную массу и это может быть яйца перепелиные или куриные белый хлеб или маца картофель и даже свекла вкусовые яблоки наиболее традиционные иногда соленые огурцы лимон или уксус хреб горчица иногда даже грецкие орехи и смягчители вкуса и связующие это может быть сметана сливки творог молоко конечно все это кошерно зачем я пытаюсь структурировать компонент для форшмака очень просто потому что если вы возьмете из каждого раздела по одному или два продукта то представляете себе какое количество комбинаций мы можем получить вот отсюда огромное количество вариантов рецепта я приготовлю три варианта один более-менее традиционные и два своих фантазийных и как я уже говорил первый мой рецепт форшмака будет более-менее канонические а кроме селедки мы возьмем яблоко яблоки нужно брать обязательно кислые лучше всего антонов но это не антоновка но тоже более-менее кислое репчатый лук я когда пришел сегодня в свою овощную лавку в деревне то думал купить сладкий ялтинский красный лук но мне ребята посоветовали вот такой вот лук это называется лук стардаст оказывается это голландский сорт говорят что он очень сладкий идеальный для салата я честно говоря с ним никогда не работал но вот заодно и попробуем вареное яйцо белый хлеб молоко немного яблочного уксуса можно взять лимон но мне с уксусом вкуснее так как у меня форшмак богатый то хорошее сливочное масло и из нетрадиционных ингредиентов я возьму немножко хрена так для пикантности ну и конечно черный перец у меня не черный у меня как всегда смесь зеленый красный и черный и соль если она нам понадобится мы будем пробовать и начну я с самого неприятного это конечно с чистки селедки я небольшой специалист есть много профессионалов технологии как она чистится если что возьму я доску пластиковую потому что деревянную я просто потом не отмою посмотрим что получится сразу внутренности самом деле ничего страшного в этом нет многие это делают в перчатках но я в перчатках не могу я не чувствую продукта невозможно голову улентаристический вот так вот отрежу надрез по хребту вот такой вот способ я видел в интернете когда ты берешь за хвостик на две части и медленно ее разделяешь не знаю получится у меня или нет главное аккуратно чтобы все косточки выходили очень медленно действительно эта технология работает ну вот одна филешечка без костей отошла честно аккуратненько тут главное как я понял нужно очень медленно и аккуратно иначе кости просто останутся внутри говоря что при правильной чистки селедки должно остаться где-то половину от ее веса насколько у меня останется все чисто вот такие вот у меня получились более-менее красивые филешечки сейчас я их промоу и дальше поедем ну а остальную селедку я почищу за кадром потому что подготовлю для всех своих трех вариант и нарежу ее маленькими кубиками многих рецептах селедку проворачиваю через мясорубку или используют блендер но для меня форшмак это всегда вручную рубленная селедка и это правильно топориком ее порублю очень мелко не нужно кусочки селедки должны чувствоваться одну половину в мисочку у меня тут 120 граммов примерно селедки соответственно все остальные наполнители где-то половину то есть где-то сто сто двадцать граммов сразу замочу хлеб в молоке горбушку не буду только мякиш только вот вполне будет достаточно а вот мамина бабушка бетти вымачивала хлеб в воде с уксусом и лук и лук нужно очень мелко нарубить слушайте действительно этот лук совсем не горький надо взять его на заметку и вот такого количества лука ведь я думаю граммов 20 будет вполне достаточно яблоко я его почищу шкурка тут совсем не нужно и яблоко я натру на мелкой терке ну вот так вот я хочу и думаю что вот такого вот количество где-то чуть больше чем лука будет достаточно вареное яйцо на это количество одного хватит я люблю когда много форшмака яиц опять же это дело вкуса вроде его правильно сварил в холодной воде она у меня полежала должно легко чиститься яйцо мелко нарублю как раз мне нравится когда туда же в мисочку наш замоченный хлеб выжим его немножко вообще философия форшмака немножко сходно с философией тартара то есть вся суть именно в нарезке то есть в текстуре ингредиентов это очень важно яблочный уксус я сначала немножко налью потому что я не знаю насколько у меня кислое яблоко поэтому будем мешать и проверять и хрен где-то ложечку черный перец и сливочное масло сливочное масло мы не жалеем я люблю много сливочного масла вот прям вот такой вот шмот естественно оно должно быть комнатной температуры то есть мягкое иначе просто вы его не размешаете и все теперь хорошо перемешиваем пробуем кислота нормально можно чуть сахарку добавить но я этого делать не буду единственно что наверно мне еще нужно положить хрен потому что мне не хватает такой пикантности ставим его в холодильник пусть он состоится пару часиков и перейдем к следующему для второго варианта у меня уже мелко нарублена селедка нарезан лук мелко еще я возьму вареную картошку свеклу лимон вместо уксуса для разнообразия естественно яйцо сметану соль на всякий случай скорее всего она не понадобится и перец и как вы наверное догадались таки это будет форшмак на тему нашей любимой селедки под шубой селедку сразу в мисочку есть те же самые 120 грамм где-то туда же лук нарезанный для свеклы возьму пластиковую доску потому что деревянную потом не отмоешь и ее почище естественно она вареная забыл сказать и свеклу нарежу тоже очень маленьким кубиком но вот столько мне много я возьму буквально вот наверное половинку от того что я почистил дело в том что свекла имеет очень сильный вкус если мы положим ее много то она просто перебьет вкус селедки нам это не нужно также мелко вареное яйцо вареную картошку ее может чуть больше чем свекла тоже мелким кубиком сразу выжму чуть-чуть лимона чуть-чуть потом посмотрим и сметану почему сметану а не майонез или что нить еще потому что сметана очень хорошо живет с селедкой если вы например ели блины селедка со сметаной это потрясающе тут тоже это отличное сочетание и как в прошлом варианте все хорошо перемешиваем как я вилку возьму как удобнее кислоты больше не нужно а вот перец я забыл я делал рецепт американского форшмака так они кладут туда даже чили перец и тоже холодильник и третий вариант очень быстро и совсем для ленивых я сделаю в виде мусса ничего чистить резать не нужно все в блендер для него мы берем селедку целиком у меня остались кусочки жирные сливки сливочный сыр ну или творожный чуть-чуть горчицы яйцо вместо репчатого лука я возьму зеленый лимон и перец и просто закидываю в блендер селедку сливочный сыр яйцо прям целиком зеленый лук тоже кусочек оторву потом если нужно добавлю и сливки пол чайной ложечки сладкой горчицы и перец немножко выжму немного лимона несколько капель и все блендерим пробуем если у вас получила слишком жидкая консистенция то есть очень простой способ нужно заварить желатин и добавить немного желатина потом поставить в холодильник получается прекрасный мусс я уже его делал отличная штука ну а если наоборот то просто добавить сливок переложу в мисочку получилось то что надо это же в холодильник черный хлеб корку я срежу обжариваю на растительном масле мне нравится форшмак именно с жареным хлебом солить не буду потому что селедка соленая и натру чуть-чуть чесночка форшма как вы знаете чеснок не кладут а вот хлебушек вполне себе вкусно можно вот так вот просто натереть чтобы был такой легкий запах мой вариант форшмак отец форшмак мусс и форшмак а-ля селедка под шубой но чего-то не хватает потому что форшмак прежде всего это мировой закусон поэтому к нему рюмка ледяной водки потому что форшмак закуска именно для водки ну таки божественно и сейчас я два других попробую мусс сюда хорошо идут каперсы да особенно с каперсами очень нежно и я думаю отличная идея для ленивого нового года а он не за горами и приятного всем аппетита вкусных закусок радуйте своих друзей и близких потому что еда приносит радость до скорого а